всем привет начнем тюнинг машины назваться grotti turismo classic класс спорт спортивная классика задний привод с интересным дизайном сзади все так выглядит плоско двойной спойлер обтекаемая форма машинка должна летать всего лишь 705 тысяч стоит а машина для настоящих ценителей никаких электронных штучек никаких умных систем безопасности никакой компьютер не спасете когда до столкновения с грузиком останется 3 наносекунды чем сложнее обучение тем приятнее результат это как самому изучить язык ну или придушить случайного прохожего голыми руками куча цветов на выбор при заказе по скорости вполне круто ускорение отлично тормозов нету управление приемлемо на уровне спорткаров даже наверно лучше погнали посмотрим что тут есть броню ставите не обязательно в гонках каскадерских не участвуют врезаться особо-то и никуда и для езды по городу если тормоза 26 со скидкой все как дорого есть бампер облегченный классический гоночный под карбон гт бампер и карбон гт так что тут сбоку так как она смотрится так неплохо 14 двигатель максимальное ускорение блок двигателя под основной цвет и дополнительный либо обычный какой-то он серый цветом можно поставить дополнительный какой-то он черным цветом глушитель тут обычный 2 круглых карбоновая какие-то кончики хромированы титаны широкий овальный можно хром поставить капот широкий ассортимент капотов под стандартный без полосы с черными зеркалами заднем вида либо с полосой и зеркала будут под основной цвет вентилируемый капот с полосой гоночный 10 тысяч уже подходит цены тут с полосой капот гт и гт с полосой так значит полоса должна быть дополнительный цвет раз она черная под двигатель поставлю за 8 чё тут музыка всякие тут мидии какие-то выдвижные фары они не совсем выдвижные как-то наполовину есть подсветка ставите не буду номер номер какой маленький оставлю в порежней окраска основной цвет а мне кажется идет этой машине сделать хром 25 тысяч классический поставили из классического чё-нибудь белый из черной полосы ледяной белый остальное посмотреть красный красный вообще подходит я ставлю белый банда как обычно дорого матовые не блестящие металлики металл золото как-то интересно золото почему-то тут под хром отсвечивал странно эффект хром хрома какого-то сталь очень круто выглядит алюминий машина из алюминия дополнительный цвет можно сделать полоску хром двигатель будет тоже хромирован не рон а и 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 наверно сделать хром нормально будет или желтый ой желтый сойдет банда 25 не блестящие либо золото забавахать есть поменять обивку цвет отлично гротти набивку любая подойдет желтая полоска желтый салон банда 25000 этикетка полоска на лобовое стекло основного цвета мне кажется как-то не идет он дополнительный можно поставить или карбон поставлю в дополнительной пороге тут небольшой вариант карбонный дополнительный поставлю карбон спойлер можно убрать без спойлера как-то совсем не узнать спойлер с дополнительным цветом карбон гт-крыло это дополнительный карбоновый супер гоночная дополнительный цвет тут уже скамейки турнирный турнирный принципе нормально сойдет а если убрать то сцепление будет меньше так что лучше со спойлерами ездить трансмиссия 30 куда уже там прокачивать ускорение уже давно все прокачано турбо тюнир 50 можно колеса поменять родные колеса как-то так себе 10 тысяч остальное тут лаурайдер мало подходят эти также вездеход еще тракторные надо завести в иглу от ивне дорожника в принципе нормально тоже есть из чего выбрать цвет поставить тоже какой-нибудь какой-нибудь посветлее синий-синий давай красной шины дизайн спортивная надпись atomic 5000 это поле стойкость обязательно поменять цвет дыма покрышек стекла а лимузинчик сзади и боковые сзади можно слабо опасаетесь все поехали на улицу покатаемся по городу ну посмотрим что за тачка с места нормально срываться по весу управляемость среднячок примерно и нелегкая и тяжелая заглянем в салон поближе компактный такой салон в принципе даже тут маленькая тесновато сзади дивана нету просто два кресла и все дальше уже идет двигатель посмотрим поближе что тут есть двигатель под стеклом закрытый всякие надписи туризма гроти тут надписи там надписи везде надписи спереди надпи нет только лишь эмблема интересная тачка классика даже классика в нынешнее время выглядит вполне достаточно можно сказать даже и не устаревает ух ты ух ты как тут все открывается тут что то наподобие багажника как бы даже можно чем положить здесь все вместе с фарами поднимаются двери не сильно широкие кожаное сидение или это замша непонятно никаких лишних кнопок ручная коробка передач все компактно здесь трубы глушителя на двигателе тоже всякие надписи помимо того что тут стекло с крышкой там еще дополнительная стекло идет так что в салоне получается как бы защита есть защита от шума двигателя хадыш чуть стекла не выпали поехали тест-драйв по городу подвеска уже стоит самая низкая в тюнинге ее не было каждый бордюр каждая кочка чувствуется можно легко потерять управление машина низенькая по сравнению с обычными спечатывают в сиденья при разгоне а зараждая лечу разойдитесь подкидывает не самая комфортная для езды по городу на максимальной скорости страшно ездить на этой машине а Куда вот он повернул, как обычно в мою сторону поворачивает, когда приближаюсь к перекрестку. Подсмотрим, за сколько ее можно продать. 524 тысячи, неплохо. Пол миллиончика можно выручить. Непонятно почему кажа кочка чувствуется, хотя тут подвеска не самая низкая. Есть машины тут вообще с двумя миллиметрами просвета. А тут средний такой просвет и подкидывает на каждой кочке. Хочет задний привод, но нормально, можем подвернуть. Ну, в целом, впечатления о машине нормальные. Для езды по городу сойдет. Ну что ж, на этом у меня все. Оставляйте комментарии, как вам машина. Всем пока и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok